Кроме частных детских садов, есть еще и другая практика. Это домашние или, как их еще называют, семейные детские сады. В нашем регионе это пока не распространено, но уже широко применяется в Москве и в центре России. Для разговора об этом мы пригласили к нам в студию специалиста, эксперта рабочей группы по семье, общественной палаты Российской Федерации, Руслана Ткаченко. Что такое муниципальные детские сады, в принципе, все знают. Частные детские сады у нас тоже есть в городе. Есть такое понятие, как домашний детский сад или семейный детский сад. Расскажите, что это такое и, наверное, есть ли предпосылки их делать в регионах, в том числе у нас. Сам семейный детский сад, но в разных регионах немножко по-разному это реализуется, вот как Москва делает. Если у вас в семье трое детей детсадовского возраста, либо вы готовы, у вас там один или двое детей, но вы готовы принять себе, условно говоря, соседского ребенка в детский сад, то вы остаетесь дома с ребенком, с тремя детьми, но устраиваетесь в детский сад. По документам мама получается как воспитатель детского сада. А в какой детский сад она устраивается? Ну, в принципе, неважно, скорее, тот, который там рядышком, но по Москве это, соответственно, территориально, то есть какой там приписан на эту территорию муниципальную. И мама получается дома с детьми, она их, конечно, воспитывает, в том числе, используя соответствующие программы. Вот есть в ГОС, федеральный государственный образовательный стандарт для дошкольного возраста. Она использует программу детского садика, получает компенсацию за питание, получает компенсацию за какие-то там занятия и получает зарплату как работник этого детского садика. И при этом ей идет стаж. Но она со своими детьми остается дома. Вот основная идея. От частного детского сада принципиально отличие в чем семейного детского сада? Частный детский сад – это сейчас, по большей части, коммерческое предприятие, созданное для получения прибыли. Конечно, оно несет в себе задачи именно воспитания детей. Многие с этого начинали. Но вот именно с точки зрения организации – это коммерческое предприятие для получения прибыли. Семейный детский сад – это решение задачи совмещения мамой ухода за детьми с трудом и совмещения предоставления ребенку наилучшего в окружении. Насколько это юридически и документально сложно организовать семейный детский сад? Потому что, насколько я знаю, у нас это не распространено. И, кстати, как вам кажется, почему? Просто люди не знают про это? Для этого нужно волевое решение, прежде всего, властей. Мне кажется, технически это не так уж сложно. Сейчас, в связи с новым законом образования, который вступил в прошлом году, там есть один маленький нюанс, который еще не совсем понятен. Дело в том, что по этому закону вести преподавательскую деятельность могут только те, у кого есть высшее образование. А если мы в данном случае маму приписываем как воспитателя, то, получается, она преподает мама. И здесь уже вопрос становится, как это без высшего образования? Услышали ли вы от наших властей, от участников, от общественников, есть ли у них понимание и готовы ли мы к переходу, в том числе и на семейные детские сады? Готов ли наш регион? Как вам кажется? В Архангельской области, в принципе, правильно понимают ситуацию, готовы предоставить очень качественные решения. И мне кажется, если те вопросы, которые там поднимались, так качественно решаются, есть перспективы, то вопрос имени 10 садиков будет решен. Надо только поставить такую задачу. Ну, будем ставить задачи. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо.